Приветствую вас. Нет, ну, безусловно, понятно, что девушку вы любите, и безусловно, понятно, что разлюбить ее просто так, в одной части, вы не сможете. Это нормально, было бы странно, если бы вы разлюбили девушку, вот, она вам сказала, что любит другого, да, и вы ее тоже разлюбили, это было бы странно. То есть, ваше чувство к ней, это вполне норма. Такое дело, что вы не можете ее отпустить. Это вот куда более серьезная проблема. То есть, что значит, что вы не можете ее отпустить? Что это значит для вас фактически? А фактически для вас это означает, что вы в ней нуждаетесь. И нуждаетесь в ней вы, что важно очень сильно, к сожалению. Ну, или к сожалению, или к счастью, это уже вам решать. Правда заключается в том, что вы в ней нуждаетесь. И нуждаетесь вы в ней сильно. И вот здесь, как раз, я вам и хочу сказать, такую важную, на мой взгляд, вещь. Что, во-первых, если вы не можете девушку отпустить, то это проблема в первую очередь вас. И вашей потребности. То есть, это вы не можете ее отпустить. Это вы в ней нуждаетесь. Через все время может быть сильным. Разникает сразу вопрос, почему? Откуда эта назидаемость? С чем она связана? И так далее. Это важно. Второе. Чего вы хотите для девушки? Объективно. Если она выбрала другого, если она с другим, то очевидно, что этот самый другой и делает ее счастливой. И тогда мы с вами понимаем, надеюсь, теперь, чего вы хотели бы для себя? Для себя. Вот вы сами для себя в контексте девушки чего бы хотели? Как бы вы хотели, чтобы у нее развивались отношения? Какими бы вы хотели, чтобы у нее были эти самые отношения? Как бы вы хотели, чтобы у нее складывалась жизнь? Постарайтесь себе на этот вопрос ответить. Вопрос этот, на мой взгляд, очень важен. Потому что от него зависит то, как вы настроены по отношению к ней, по отношению к себе и так далее. Важный вопрос. Наконец, далее, что я вам хочу сказать еще. Это то, что вы, по сути, не задаете вопросам. Вы не задаете никакого вопроса. Что вы спрашиваете? Вы рассказываете нам определенную ситуацию. Да, ситуация может быть неприятна, да, ситуация, может быть, могла бы быть лучше и так далее. Я понимаю. Но что вы сами хотите спросить у нас, у психологов? Что именно вас интересует? Если вы хотите, например, девушку, допустим, вернуть, я думаю, что для этого требуется определенное поведение, для этого требуется определенное понимание от кого, в чем она нуждается. Девушка, я имею в виду. А для этого требуется определенное понимание потребностей девушки. Для этого требуется, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что ей нужно. конкретно, что ей нужно. Что давал и дает ей парень, вот ее другой, скажем, она сейчас, так, какого, что не можете, например, дать ей вы. И постарайтесь тоже на эту тему подумать. Это очень важный момент, на мой взгляд. Это если вы хотите ее вернуть. Если вы хотите ее забыть, то здесь немножко другое. если вы хотите ее забыть, то вам нужно понять, чем она вас держит. Чем она вас привлекает. Что она дает вам такого, что нет вас саму. это вот два основных направления, которые вам стоит принять во внимание. И двигаться в этих направлениях, исходя из того, чего вы сами, например, для себя хотите. Ну, допустим. То есть, если вы хотите одного, это одно. Если вы хотите другого, это другое. Ну и, соответственно, так далее. И я бы рекомендовал вам также я бы рекомендовал вам озвучить свой вопрос все-таки. то есть, вот ситуацию это вы написали, от чего хотите от нас, от психологов. Мы, к сожалению, мысли не читаем, мы не можем прочитать то, чего вы хотите. И поэтому попробуйте, пожалуйста, сформулировать свой вопрос. и когда вопрос будет сформулирован, мы сможем понять, как вам можно помочь, что вам можно сделать, что можно сделать для того, чтобы вы, как раз таки, например, получили то, что вы хотите. хотите. Ну, то есть, я имею в виду, что мы можем сделать для того, чтобы вы смогли получить желаемое. И именно, вот как раз, желаемое. то есть, я имею в виду сейчас, именно, чтобы вы решили свою проблему, а вы проблему, к сожалению, как таковую, не обозначили. вы не обозначили проблему, потому что вы описали факты, по сути, тела. Факты вы обозначили, а вот проблемы нет. Так что, подумайте над тем, пожалуйста, что я вам сказал, и если появится желание проработать что-то, то выбирайте эксперта и договаривайтесь о личной консультации, и вам обязательно помогут. А пока, на этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. если у вас остались вопросы именно ко мне, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!